Лучшее в стране 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 И долгое время собирал в различных местах, где бывает большое скопление народу. Ну, например, в метро на станции Площадь революции, где все прикасаются к скульптурам, собачкам, ружьям и вот этим всем персонажам. Ну, всё трогают, конечно. Вот со всех этих священных объектов автор внимательно и трепетно собирал вот, собственно, те следы контакта с человеческими руками, которые вот остаются на этих скульптурах. И в результате... Конечно, здесь, извините, что перебиваю вопрос, каким образом? Или это тайна художника? Он с салфеточками, смоченными, видимо, специальным каким-то составом, он собирал вот эти вот следы человеческого прикосновения. И в результате у него получилось определенное количество такого вот пигмента, такого охристого цвета, такого сложного. И именно собрав этот пигмент и каким-то образом превратив его уже в краску, он на стенах нашего выставочного зала «Артхаус» собственно написал такие, ну, отчасти это похоже, наверное, на фрески, которые, собственно говоря, вот все состоят из вот этих человеческих видов. Получается, что в этом проекте принимают участие не только жители всей России, туристы, которые приезжают и гости Москвы, но и практически всего мира. — Безусловно, я думаю, очень много соавторов из Китая, мне кажется, должно быть. Потому что вот я помню, я как-то оказалась на площади революции, когда там была экскурсия наших гостей из Китая. Вот я поняла, что очень много соавторов должно быть оттуда у этой выставки. — Это очень любопытно. Я понимаю, что, наверное, описывая всё это, ну, не каждый человек сможет действительно представить себе, как это может выглядеть наяву. И здесь только один выход, конечно, сходить и посмотреть. Ась, я хотела вот о чём спросить. Ведь вот эта самая история под названием «Фабричные мастерские» не так много лет, да, получается, по сессиям делится. Это была пятая сессия, юбилейная, скажем так, наверное, впереди. Что вообще из себя представляет этот проект «Фабричные мастерские»? — Вообще программа «Фабричные мастерские» представляет из себя программу поддержки художников. Причём, в отличие от всех других программ, поддержек, которые разные институции развивают, все они, как правило, относятся и нацелены на художников молодых до 35 лет. Наша программа «Фабричные мастерские», а именно её сессионная часть, когда люди, художники получают мастерские на срок 6 месяцев для выполнения проектов. Так вот, эта часть нашей программы как раз существует для художников от 35 лет. — Какие вы молодцы! — Да, потому что, в общем, в 35 лет жизнь, как известно, не заканчивается у людей. — Конечно, только начинается. — А только начинается. — А многие даже ещё и не начинаются, а попозже планируют начаться только. — И поддержка в этот момент всё равно нужна. Это вот не то, что в 35 лет человек уже как бы чувствует себя полностью состоявшимся. Некоторые — да, а некоторые — нет. И поэтому какая-то поддержка всё же ещё требуется, и мы в этом убеждаемся многократно и постоянно. — То есть на каждую сессию присылаются заявки? — Да, мы объявляем. Вот сейчас, поскольку у нас пятая сессия заканчивается, мы как раз показываем финальные выставки наших номинантов и победителей. Сейчас мы объявляем набор, приём заявок на шестую сессию фабричных мастерских. Соответственно, до середины января мы будем принимать заявки. Это абсолютно открытый конкурс. Во второй половине января наш экспертный совет сначала, а потом жюри будет в несколько этапов эти заявки рассматривать и отбирать. И затем, 31 января, по традиции, в день рождения фабрики, мы устроим большой праздник и объявим победителей вот этой грядущей шестой сессии. — Которые будут выставляться как раз на территории фабрики? — Далее, да. Далее некоторые из них получат и мастерскую, и возможность выставиться в наших пространствах тем, кому нужна мастерская. Тем, кому мастерская не нужна, но нужно выставить и показать свой проект, те получат возможность, собственно, его показать у нас. Вот некоторые художники заинтересованы еще в каких-то разовых акциях, в перформансах, может быть, в каких-то паблик-арт-объектах на территории, поэтому такая возможность тоже предусмотрена. — А и сколько в среднем приходит заявок на участие? — Очень по-разному. В последний раз, по-моему, было 130 заявок. — Ну это прилично очень. — Ну это прилично, особенно если учесть, что количество свободных мастерских у нас сейчас уменьшилось. — Очень ограничено. — Да, они все заняты. — Все заняты, но тоже творческими проектами, различными арендаторами? — Безусловно, конечно, конечно, конечно. Нет, у нас есть определенное количество помещений, которые мы не сдаем в аренду как таковую, а именно они зарезервированы под мастерские. Но вот сейчас, по большей части, они все заняты. — А Егор Рогалев и Михаил Максимов также подавали заявку на участие, или они попали каким-либо другим путем? — Нет, 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 абсолютно так же они подали заявку, мы и прошли отбор экспертного совета. — У нас будет несколько фотографий, друзья, здесь в эфире, мы обязательно покажем, поэтому оставайтесь с нами, пока у нас музыкальная пауза. — Продолжаем, друзья, общаться с нашими гостями. Ася Филиппова, директор Центра творческих индустрий «Фабрика» и наши чудесные очаровательные художники Виктория Чепахина и Ирина Цеханская. Мы до ухода на музыкальную паузу стали говорить о самоорганизованном сообществе, группе художниц, в общем, опыты которых, всё верно я говорю, да, можно как раз наблюдать периодически в Центре творческих индустрий «Фабрика». Я очень хочу, чтобы кто-то из вас, девочки, рассказал, как появилось всё-таки это самое сообщество самоорганизованное. Кто является родоначальником, основоположником? — Кто, наверное, сложно, потому что мы позиционируемся, что у нас нет куратора, но изначально вообще стартовая идея, что это должна быть коллективная выставка, ну, такая стандартная история. Но у нас как раз с Викой получился очень удачный опыт взаимодействия вдвоём в паре, такие дуплеты, и мы решили предложить нашему большому коллективу разбиться тоже по парам и сделать такие короткие формы, короткие высказывания, и вот такой вот, собственно, марафон, который у нас сейчас происходит на «Фабрике», каждую неделю, то есть каждые две недели, получается, у нас выставки, опыты среди наших участниц. То есть это вот так маленькая форма. — Это картины всегда? — Нет, это всё, что угодно. — Боже, упаси кто-то! — Мне кажется, что у нас, кстати, могут появиться такие проекты через один. У меня есть подозрение, что там появится какая-то живописная история, но на самом деле нет, это совершенно не про живопись, это скорее про коммуникацию и вообще про работу с пространством, и про работу с друг дружкой, потому что у каждого есть своя личная мифология, с которой она работает, и какие-то презентационные или медиумы, которыми они работают, они все разные. И, соответственно, когда ты сталкиваешься, получается что-то новое. Например, тренариум девочки, они на самом деле, у них получилось что-то общее, потому что они отчасти похожи друг на друга, и мы при этом разные, а вместе они делают ещё лучше. И это здорово. — Ир, ну вот у тебя написано, конечно, ты умница невероятно, закончила школу фотографии, мультимедиа, да, я обучалась и в Лондоне. В общем, и участница ряда выставок и фестивалей, огромное количество, в том числе и международный Каннский, видеофестивали, фестиваль видеоарта сейчас и потом. Ну вот про Вику у меня есть информация, художник, архитектор и специализируется на создании инсталляции из собачьей шерсти. Я хочу всё-таки понять, как вы соединили, видеоарты собачьей шерсти, что в итоге вы демонстрируете? — Нет, ну как бы это же всё техники, то есть ты как художник можешь работать с разной техникой, с разными медиумами, ты можешь снимать видео, можешь делать инсталляцию, то есть это вопрос выбора материала под конкретную задачу, под конкретный проект. — И каждый раз это абсолютно оригинально и уникально здесь сейчас сделано. Что за проект «Опыт номер три» на стороже? Если вы, друзья, зайдёте на официальный сайт Это фабрика... Фабрика... Фабрика CCI.com. Вы, конечно, очень удивитесь, потому что здесь такой текст. Я читать не буду, это очень длинно, очень долго. Рассказывайте. Это был наш проект, как раз это был опыт номер три нашего объединения ШШШ. Мы вместе с Варей Лисокот, мы с ней были в паре. И так как Варя поет, мы решили сконцентрировать выставку на звуке. Мы с ней записали звуковую композицию, это были такие звуки. Проект, в принципе, название говорит само за себя, настороже. Это то состояние, при котором ты всегда находишься настороже. Ты всегда себя от кого-то защищаешь, охраняешь. И вот эти звуки, которые наполнили пространство выставочное, они были такими отпугивающими сигналами, говорящими «не подходи». То есть там тоже было что-то вроде ШШШ или там… Ну, в общем, разные были звуки. Но текст здесь есть, кстати. Я же не знаю, что это типа как это. Мы не хотели никак это озвучивать, кроме как вот этими звуками, простите за тавтологию. То есть в данном случае был только звук? Нет, там были объекты, просто звук нужно было к чему-то привязать, и там было несколько объектов, которые как бы этот звук охранял. Ну, вот так. Такая немножко тревожная история, да? Да, конечно. После которой нужно по-хорошему перебежать в другой выставочный зал, и там как-то подуспокоиться. Она уже закончилась, и поскольку на фабрике несколько выставочных залов, то всегда есть куда перебежать. Да, ну, это правда. Ну, в данном случае мы знаем, что есть куда бежать. Две выставки открылись, но про третью нам ещё Ася обещала рассказать. Мы поговорили про Егора Рогалёва, про Михаила Максимова, а третья? Третья в зале Оливье у нас выставка, которая называется «Фантомный музей». И эта выставка открылась 8 ноября. Но на самом деле вот этот период с 8 по 16 ноября – это как бы прелюдия к основному действу, который состоится 16 числа, и это будет вручение Третьяковской премии современного искусства. И, собственно, это премия, которая тоже много внимания привлекла в последнее время в художественном сообществе. И вот, наконец, они тоже собрали заявки и тоже будут объявлять своих победителей, призёров этой премии. Всё это будет скоро в зале Оливье. Это очень интересно. А что именно можно будет посмотреть? Каких художников? Ну, поскольку объявление призёров – это всегда интрига, мы не знаем, я не знаю, какие художники стали призёрами этой премии. И что будет объявлено. В данный момент в зале находятся работы, это работы членов жюри этой премии. То есть не призёров и не людей, которые заявляли о своём желании. Понятно. То есть лучше сходить сейчас, а потом 16 ноября – это будет уже совершенно нечто другое в этом зале. Ну, 16 ноября будет, да, определённое действие. Сценарий этого держится в секрете. А это будет в этом же зале? Да, в этом же зале. То есть в дополнение к выставке ещё состоит церемония вручения премии. Вот как это будет делаться. Подобное уже проходило или нет? Ну, мы, по крайней мере, не сталкивались. Но Третьяковская премия, она вот сейчас так о себе заявила в очередной раз. Я первый раз познакомилась с этим явлением. Поэтому вот мы ждём с нетерпением, что это будет. Для нас это первый опыт. Премьера. Ну, я знаю, значит, тогда для многих первый опыт. Для тех, кто бывал в Центре творческих индустрий и фабрика, нужно будет отправиться ещё раз и посмотреть. Я хотела спросить, Ась, ну вот чудесные, милые, талантливые художницы к вам обратились. Сообщество самоорганизованное ши-ши-ши. Есть ли у вас моменты сомнения? Ну, стоит сотрудничать или не стоит сотрудничать? Или есть уже внутреннее какое-то чутьё, и вы видите, понимаете, что да, это очень талантливо, это будет интересно? Ну, я опять-таки, я тоже не беру на себя роль куратора и вот такого судьи, кто достоин внимания и кто недостоин, кто талантлив, кто неталантлив, с одной стороны. С другой стороны, художественное сообщество, и я в нём уже довольно давно работаю, оно, в общем, замкнутое, оно конечно. И так или иначе люди знают друг о друге что-то, кто где учился, кто где выставлялся, кто в каких объединениях принимал участие. И надо сказать, что с Викой мы познакомились гораздо раньше, чем ша-ша-ша пришла, пришло, пришла к нам на фабрику. И сначала мы с Викой просто довольно долго переписывались и думали сделать выставку её, как раз с видеоинсталляцией с присутствием собачьей шерсти. Но в результате как-то наши пространства были большей частью заняты, и этого не случилось. Но зато вот потом это трансформировалось в то, что случились опыты ша-ша-ша. Поэтому, конечно, я должна признать, что редко бывают вот такие, знаете, истории в стиле сказки о Золушке, что вот я сижу в кабинете, и внезапно приходит прекрасный художник, он открывает рот, описывает мне свой проект, показывает свои работы, и я понимаю, что вот это новый Ван Гог или что-нибудь. Такого вот не бывает. Всё-таки, как правило, присутствует какое-то предварительное исследование, ну, если не исследование, то, по крайней мере, да, я всегда интересуюсь, а что это за человек, долго ли он работает, что он делает, ну и так далее. Так что вот сюрпризы... То есть работа проводится тоже, да, конечно, по изучению во всей этой области? Ну, конечно, но она просто сама собой проходит, эта работа ежедневная. Как долго планируется сотрудничество фабрики и ш-ш-ш? Ну, вот на данный момент... Девочки заинтересовались тоже. И те опыты, которые были заявлены, они, по-моему, до конца этого года все пройдут. А дальше это зависит от коллектива, я не знаю. Мы думали вот аукцион устроить. Что-что? Аукцион устроить. Предновогодний аукцион. Прекрасно, прекрасно. До Нового года мы можем полностью располагать этим пространством, это точно. Друзья, у нас вновь музыкальная пауза, оставайтесь с нами, мы продолжим нашу беседу. Лучшее в стране. Друзья, программа продолжается. И вот вне эфира у нас здесь очень интересная беседа с гостями развернулась, с моими очаровательными гостями. По поводу современного искусства и, наверное, продолжительности его, популярности его и оставания на века. Я хочу спросить у Вики Чупахиной, у Ирины Цеханской, как у художников. Ну вот, несмотря на то, что вы работаете в современном искусстве, может быть, где-то глубоко все равно есть желание сделать что-то такое, что останется в вечности, останется на века и будет, не знаю, безумно дорого и популярно спустя там и две сотни, и три сотни лет? Я все думаю, в таких категориях, мне кажется, это вопрос только амбиции, а не вопрос реакции на то, что тебя волнует. То, что тебя волнует сегодня, не факт, что это волнует других людей. И вот как мы, собственно, и говорили о том, что сейчас же очень, как бы, история с собладанием, это не так важно. Очень многие готовы делиться и шериться, да, есть такое целое направление шерик экономии, например, да, альтернативная экономика. И мне кажется, что это как раз тот тренд и тот вектор, к которому мы идем на сегодня, как раз к комьюнити, к сообществам. Не то, что, как бы, ты собственник, индивид, и поэтому, как бы, я амбициознее хочу, чтобы я осталась в веках. Мне кажется, немножко сейчас не про это. Скажи это. Обладать — это не модно. Да, и обладать — это не модно. Это вы говорили про обладание предметами искусства. Ну, возможно, это не модно, но, тем не менее, я думаю, что человеку все равно присуще стремление к этому. И, может быть, тот факт, что вы собираетесь провести аукцион, он тоже реверанс в сторону вопроса об обладании, да, поэтому я считаю, что человеческой натуре все же присущее желание чем-то обладать, чем-то красивым, чем-то прекрасным. И к искусству все равно так или иначе предъявляются требования вот именно в этой области. То есть от искусства все равно так или иначе ожидают фиксации чего-то интересного, красивого, значительного, важного и так далее. Ась, ну, я хочу поговорить немножко о Центре как раз Творческих Индустрий Фабрика. 13 лет в этом году, и уже очень скоро, 31 января 2019 года, исполнится 14 лет, да? Правильно я все подсчитала, все сделала? Ну, и там уже, в общем-то, юбилей. Ну, если такой подвести итог, не итог небольшой, промежуточный, конечно, разумеется. В целом, вы довольны тем, как фабрика развивается? Какие люди приходят, посещают, участвуют в выставках? Да, безусловно. Я довольна. Я довольна тем, что фабрика, в общем, она сильно отличается от других кластеров, на мой взгляд. И, может быть, мы не можем похвастаться таким количеством посетителей, как другие центры, но мы, безусловно, можем похвастаться качеством проектов. Мы можем похвастаться тем, что на фабрике показываются проекты уникальные, непростые для понимания, сложные, но темы интересные. И, в общем, я рада, что мы предоставляем именно вот эту возможность показывать не то, что априори будет пользоваться успехом и спросом, а какие-то такие вот именно лабораторные опыты, которые зачастую негде показать вообще в других местах. И, кроме того, да, я бесконечно горжусь программой «Фабричные мастерские». Я считаю, что это уникально и для Москвы. Не могу сказать право всю страну, но для Москвы это уникальная программа. И наша программа «Резиденции» для иностранных художников, она тоже сейчас вышла на новый уровень. Мы сотрудничаем со Швейцарией, с Австрией, поэтому у нас всё так на должном уровне. Поэтому, да, я с удовлетворением отмечаю. Ну, это прекрасно. Когда зарождался Центр творческих индустрий «Фабрика», вы же планировали только один зал. Один зал, да, где будут выставляться близкие друзья, художники какие-то. На сегодняшний день сколько уже выставочных залов? Три выставочных, четыре выставочных зала, около десятка мастерских, театрально-клубно-концертная площадка, резиденции для художников. Ну, так что, да, всего довольно много. В общем, я так понимаю, что можно прийти с огромным удовольствием и провести целый день? Да, безусловно, если быть готовым к тому, о чём я сказала выше. Мы не показываем проекты развлекательные, в чистом смысле этого слова. Мы показываем проекты, которые требуют думать, внимательно слушать. Вот если человек к этому готов, то можно надолго зависнуть, в принципе, в наших пространствах. Ну, мне кажется, такие моменты, они определённо должны. Пусть не часто, но периодически каждому абсолютно из нас нужно погружаться вот в такие самые эмоции, чувства. Ирина, Вика, скажите, пожалуйста, где можно посмотреть ваши работы? Я имею в виду сейчас социальные сети, может быть, какие-то есть каналы в интернете, в том числе на YouTube-канале. Ну, да. Чтобы быть в курсе? Пока это только фейсбук, страница в фейсбуке. На шеши-гернс. А, шеши-шеши сообщества, да? Да, просто шеши. Там, собственно, можно спокойно и нас легко найти через это сообщество. Айз, ну и вопрос ещё один, наверное, в финале, потому что нам пора завершать. Говоря про сессию шестую, подведение итогов уже очень скоро, в каком виде отправляются заявки, вдруг сейчас нас какие-то прям самородки слушают и понимают, что это дело их жизни. Да, обращаюсь, считаю нужным обратиться ко всем самородкам старше 35 лет. Можно, значит, нужно следить на фейсбуке и в социальных сетях и на нашем сайте фабрика.сси.ком за датой объявления приёма заявок. И затем на электронную почту, указанную в правилах, это почта нашего ассистента, который ведёт эту программу, присылать заявки, прикладывать резюме, прикладывать фотографии своих работ, описание проекта. И мы всё рассмотрим и будем очень рады новым талантам. Ну, это, мне кажется, действительно очень уникальная возможность, уникальный шанс, которым нужно воспользоваться. Ну и самое главное, обязательно следить за новыми выставками, новыми интересными проектами, которые предлагает нашему вниманию Центр творческих индустрий «Фабрика». Я благодарю вас искренне. Спасибо большое, Вика Ирина, очень рада вам. Я желаю вам творческих успехов, интересных, новых, грандиозных побед. Ну, а, конечно, «Фабрики» желаю тоже мега интересных проектов международного уровня, например. И, конечно, посетителей. Приходите к нам всегда, очень рады. Спасибо всем за внимание. Спасибо, до свидания.